Мой подруга Мой подруга Мой подруга Мой подруга Есть олимпийские надежды. И есть надежды на то, что в наших пензенских учреждениях культуры и искусства, в учебных заведениях, в школах музыкальных, в школах искусств, в новой пензенской гармонии, в которой мы с вами имеем честь находиться, появятся, они уже появляются, будут еще более активно появляться, молодые, талантливые, самобытные исполнители самых разных музыкальных жанров. Народного, классического, инструменталисты, вокалисты, артисты хора, артисты оркестра. Востребованность в этом есть большая. У нас много талантливых ребят, которые по окончанию колледжа и училищ уезжают учиться в Москву. Вот наша задача наиболее интересных, наиболее талантливых, наиболее ярких, получивших уже высшее специальное образование, как музыкальное, так и художественное, Суриковская академия. Привлечь к работе в наших учебных заведениях профессионального искусства, в школах, в учебных заведениях, в том числе и в средней специальности, и, как я сказал, в школах искусств, музыкальных школ. Вот 2 февраля в 16.30 мы попробуем провести такую акцию, раньше мы ее назвали такой профоригационной акцией, сейчас мы ее назовем поширей, вот такой вот просветительской, пропагандистской, в хорошем смысле слова, акцией, которую мы еще раз повторяем, назвали «Надежда земле Беринской». В 16.30 в фойе новой Беринской филармонии откроется интересная выставка работ студентов и выпускников Беринского художественного училища, эти выставки всегда на самом высоком уровне, потому что у нас очень высокий уровень студентов и выпускников нашего Беринского художественного училища. А затем коллективы колледжа искусств нашего Беринского, для тех, кто не владеет, так сказать, внутренней ситуацией, это два колледжа художественного училища, музыкального училища, теперь являются одним едином средне-специальным учебным заведением. И выпускники, и студенты, действующие, и преподаватели, руководители коллективов, многих известных, которые заканчивали эти училища, представят свои номера, свои коллективы, своих исполнителей, и приедут представители, и несколько номеров покажут, интересные очень ребята и преподаватели Кузнецкого музыкального поля. Вот в двух отделениях мы подготовили концерт, здесь со мной директор училища Михаил Викторович Андреев и Елена Федорова, которая преподаватель колледжа искусств, она же и режиссер этого представления, поэтому я бы рассказал о том, что и для чего подготовили, Михаил Викторович Елена Федорова поподробнее рассказать для телезрителей, что непосредственно будет здесь происходить. 2 февраля, открытие выставки в 16.30.17, вот такой большой концерт, и уходили. Если ко мне вопросов нет, то, пожалуйста, Михаил Викторович, дядь, дополняйте. Ну, мне осталось добавить, что данная акция является достаточно уникальной, потому что мы проводим такое мероприятие, объединенных образовательных учреждений культуры Беренской области, в 1 июне. И само мероприятие пойдет, можно так сказать, с колес. Мы специально приворочили это мероприятие каникулы, на которое сейчас ушли студенты на зиму. Вот тут уже сейчас приехали, сегодня мы послушали двух исполнительных факторных песен. Многие приедут в день концерта, и вот сбить этот, скомпоновать разножанрованный концерт в двух отделениях достаточно сложно. Мы ведем переговоры, мы, во-первых, репертуар, во-первых, регламент. И я думаю, что это должен получиться такой некий праздник, симбиоз всех видов искусств. Начиная, как я уже говорил, с художественного выставки, заканчивая подбором академическим направлением и классикой. Ну, всех, конечно, приглашаем. И думаю, что наше мероприятие понравится не только самим устроителям и учредителям, а и людям, просто жителям Пензицыка. Не закончил свою мысль. Конечно, мы заинтересованы заполучить талантливых выпускников для работы и для творчества в наших учреждениях. А с другой стороны, на примере вот их успеха, на примере того, что они учатся в престижных учебных заведениях и уже являются такими состоявшимися исполнителями, яркими, талантливыми людьми, левцами, музыкантами, танцорами, мы должны привлечь в наше среднефициальное учебное заведение все больше и большее количество молодых, талантливых ребят. Престиж нашей профессии, престиж профессии творческой для того, чтобы пополнять, еще и еще раз говорю, нашу сцену и профессиональную любительскую новыми и новыми молодыми талантливыми именами. Пожалуйста, расскажите о самой программе. В свою очередь хочу сказать о том, что анчет будет управляем с жгительностью, есть пола часа, концертная часть, и, соответственно, предконцертная часть, она тоже не менее интересная. В 16.30 зрители могут увидеть на первом этаже выставку декоративного творчества, также будут размещаться в фойерах по филармонии информационные уголоков, информационные стендеры, где зрители, приходящие к нам на наше мероприятие, могут увидеть, какие специализации, какие определения существуют в пенсии в Польче, в Кузнецком, в Музыкальном, в Польче, в Художественном училище и Советского. Это, я думаю, что будет полезно для всех и информационно для всех. Далее. На втором этаже будет размещаться выставка курсовых работ в физическом художественном училище у студентов. На третьем этаже создавать традиционную атмосферу духовой оркестр под руководством в Польче Изюма, пенсионский польщик искусств. Восстановленная, там не было приходящего духовой оркестр, но традиция замечательная, поэтому это тоже одна из прерьер этой акции. Концерт сам непосредственный будет состоять из двух частей. Первая часть будет звучать более определенно, еще вы слышите работы детей, которые будут играть на таких классических инструментах, как хорсупьян, флейта, народные структуры, дом, маян. А вторая часть будет более эстрадной в народе. Здесь будут присутствовать такие жанры искусства, как хореография, фольктура, эстрадные макалы, эстрадные инструментальные творчества. И нам кажется, что концерт должен получиться хорошим, сочным водоформам и достаточно информационным для зрителей. Повторюсь еще раз. Потому что требующая задача стоит в том, чтобы донести для людей, какие у нас талантливые выпускники на сегодняшний день есть, которые позволяют им заниматься. Каким нужным и важным делом мы не занимаемся. Нет, ну вот я видел в проекте программу, что там у нас достаточно много известных коллективов. Расскажите, наверное, о оркестре народных инструментов, он у вас уже именит. Сейчас мы назовем кто. Значит, в концерте будут принимать участие не только солисты, но и оркестры, и коллективы. Однозначно, наши выпускники, конечно, не руководят и хореографическим коллективом, как правило, на сцене их не видно. А в данном случае, в данном контексте нашего концерта, оркестр будет на сцене, коллектив будет на сцене. И, допустим, оркестр народных инструментов в лодках руководства Ольги Ляйовича, в Киевском коллективе. Он победитель конкурса аналогичных оркестров среди всех средне-специальных учебных заведений, то есть лауреации российского масштаба. Также у нас будет принимать участие такой коллектив, как подробный ансамбль «Миряй». Известный подробный ансамбль. Профессионально много лет. И наша выпускница, Татьяна Попуткова, будет петь в составе этого ансамбля. И это будет такая своеобразная... Ну, по-другому, он и создавался, собственно, Красное Путилище, и нынешний директор там попуинистов. Да, на самом деле. То есть это коллектив отсюда. Ну, и нельзя, конечно, не сказать, как говорится, о полинационной наивысшей точке – это казачья застава. Ни для кого не секрет, что в казачьей заставе работают 50% выпускников пенжинских пенжей спут. Они как танцующие, так и поющие. Поэтому это будет такой вот пиковый момент нашего концерта – массовый, красивый, сочный, звонкий, которому придаст колорет. Там еще и «Веснушки» в программе есть. Да, руководители известны очень хореографическими коллективами. И руководит выпускница как раз тоже хореографического отделения нашей студии. То есть программа ярко интересная. И последнее, что хочу сказать. Мы постараемся, ребята, постараемся, чем нам поможем, обязательно показать из точки зрения режиссуры образец такого интересного вечера, где бы зрителю, посетителю нашего мероприятия, было интересно с момента того, как они переступили порог новой пенжинской экраны. Это были интересные выставки, чтобы здесь была интересная информационная составляющая, чтобы оркестр приходилось сначала. Чтобы даже до того, как они занялись своими снах зрителям в зале, уже полностью обманулись в классе этого праздника. А когда они были зрителям в зале, чтобы концерт был разнообразный, интересный, легко воспринимался. И после финальной песни хотелось бы остаться и еще посмотреть концерт. То есть с хорошими блюдами, причем хороший концерт отличается от затянутого. Чтобы уходя с хорошего концерта, хочется остаться еще и посмотреть. Уходя с концерта затянутого, уже встают люди, но в ощущении присыщенности. Вот здесь мы постараемся сделать так, чтобы люди ушли с желанием вернуться, еще и посмотреть на выступление нашего замечания. Вот такие вот цели перед нашей хорошей творческой акцией. Здорово. У нас все. Все полно, спасибо. Да, спасибо большое.